Ну что, я надела свои рождественские серёжки и идём на охоту за рождественскими декорациями для ёлочки нашей. Я в этом году хочу другого цвета. У нас преобладают серебряные, а я хочу белые. Наши подружки боятся даже собаками. С вами моточка кушаем. Простите, по-другому. Хм, вырисуются по-другому. Смотри, как вырисуют! Ух вырисую! Как они пучечки стоят. Это надо было сейчас видеть Сколько вот там внутри Там до сих пор люди стоят, кормят Мы простояли там очень долго У меня все джинсы грязные Мы едем в город Они просто лапками вот так вот на меня становились Грязнючими, вылезшими из воды, из грязи Все джинсы у меня позаляпывали лапушки Лёшка почесал нескольких Я боялась, они быстро реагируют Поворачиваются такие зубищи Но Лёшка потискал их Самые разного цвета И коричневые, и рыжие И светло-серые Шикарные Скамейки, высший класс Кавлянский стул Скидом на рюк Ну что, мы в торговом центре Метрополь Злечин Нагулялись Пришла в торговый центр Все джинсы от этих хоречков сладеньких внутри Грязные Но пришли декорации осмотреть На обед надо заехать Красиво, украшено Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно в елку ставить Похоже хотелось бы Но я не вытерплю Раз уж купили столько красоты Так, мы в кошачьем собачьем магазине Купили корм Тигрюничке И сейчас посмотрим эти бревнышки У нее уже она разорвала очередное Быстро она их разделывает Ой, какая лежаночка для котиков Классненько Интересно? Смотри, вон второй черненький А он дамы в 3 Ага, вон еще лежит Вон еще Вон Оно всегда было как бы не фонтан Но сейчас оно еще подешевело И просто вообще не мое И мне не понравилось абсолютно У меня на дне заканчивается срок годности рисовой муки И я поэтому все последние дни пеку из нее И поскольку это для меня очень новая мука в этих вопросах То я вот начала изучать новые рецепты Вчера один уже попробовала рецепт Совершенно прекрасных вот этих браунис Вот, и хочу с вами поделиться Он именно из рисовой муки Итак, 100 граммов оливкового масла Где-то 125 миллилитров любого растительного молока Я использовала соевое На меня есть и рисовое Вот она рекомендует рисовое Но я и вчера, и сегодня использовала рисовое молоко Соевое, наоборот, извиняюсь Вот, потом Две чайные ложечки ванильного экстракта Где-то около 100 грамм Ну, по вкусу Сахара Она пишет Одна американская чашка Но это больше Это где-то 150 граммов Но я сыплю 100 Многовато на такое количество для меня Потом пол чашки американской То есть это, опять-таки, около 50-70 граммов Льняного семени Все это размешать После этого добавить туда Где-то 100 граммов Ну, можно меньше Граммов 75, наверное, я сыпала Много я делала на глаз какао После этого туда Вмешиваем что еще, кроме какао Соли немножечко, чуть-чуть посолить Вот, и потом Перемешиваем все это И туда же потом уже добавляем муку И муку реально Просто по вкусу Она пишет Одна американская чашка Это Ну, вот в рисовой муке Тяжело сказать Потому что Нет аналогов в интернете Именно для рисовой муки Разная мука Занимает разный объем Американской чашки Поэтому я вот эти американские рецепты Не очень люблю с этой Вот Но вы когда Вы будете ее вмешивать Муку в жидкость И вы сразу же мешаете И будете видеть Сколько ее надо Но где-то граммов Может быть 170 Я бы сказала Вот И потом добавляем туда Шоколадные чипсы Не знаю, как они по-русски Называются Вот эти капельки шоколадные И у нее в рецепте нету Но я вмешивала еще туда Пеканы Немножко пеканов Другие орехи не подойдут Потому что пирог запекается 40 минут Это очень долго Очень многие орехи Большинство орехов Сгорит за это время Поэтому пеканы В этом контексте Наиболее хорошо подходят И еще фишка в том Что у нее в рецепте Нет ни соды Ни пекарского порошка Ничего И вчера я сделала С пекарским порошком И пирог очень сильно расперла И мы сегодня с мужем Решили попробовать Все-таки по оригинальному рецепту Он был очень классный Просто он очень был пышный И такой большой Тигрюха Слезь с дивана Давай быстро Вот И все Вот это я все перемешала Там у меня уже орешки Там у меня капельки Все это я сейчас в форму На 175 градусов В духовку на 40 минут И после этого 15 минут постоять Шикарный безглютеновый Брауни с из рисовой муки Очень-очень-очень вкусно должно быть Ну вчера по крайней мере Было просто супер Вот пирожок вчерашний Я добавила много какао Поэтому он очень темный получился Больше чем по рецепту нужно было Вкуснючий Купила себе бальзам Который тоже не нужно смывать Гигантский Вот такой фирмы Не знаю как читается по-шведски Очень расхвалили У меня есть один бальзам Который не нужно смывать И вот еще хочу попробовать Потому что этот такой Питает и все дела Она осенью защищает Короче, очень хочу Ну что, сегодня какое? 16-е и у нас 11 градусов Лесна пришла Бананы красные Первый раз в жизни вижу Очень люблю картофельные клинлики Но еще никогда в жизни их сама не готовила А с друзьями только готовила При полной ассистенции Так что сейчас буду делать это первый раз Но должно быть, наверное, это легко Не знаю, обычно их ем только в ресторанах Но решили вот купить Можем попробовать Картофельное тесто для пневликов Попросили перевести песню Я знаю, что она меня услышит Я знаю, что она меня услышит Поэтому начну рассказывать Я ей желаю, чтобы она прошла через лабиринты лжи И, наконец, нашла свое спокойствие Чтобы поверила Чтобы поверила, что все может быть лучше Попробуй на некоторое время остановиться То есть, естественно, я сейчас перевожу очень дословно Я не занимаюсь сейчас художественным переводом Я фактически дословно перевожу Попробуй на некоторую минуту Быть медленнее, приостановиться Припев Знаешь, вчера падали звезды Я знаю, что уже не смею Дальше спрашивать ее имя Все те наши пути Которые нам указала Вселенная Они давно уже не пересекаются Опять Вчера падали звезды Я знаю, что уже не смею И дальше спрашивать ее имя И все те наши пути Которые нам показала Вселенная Уже давно не пересекаются Возможно Когда ты видела Как эти звезды падают вдаль Протри себе слезы и иди Остальные нам-то напишали Это Чехи так говорят Когда Как это объяснить? Я по-русски не подберу Наверное дословно Дословно это остальные Нам этого не желали Но не желали в значении Не согласны были Не хотели, чтобы у нас это получилось Я знаю, что сердце доброе Что у нее доброе сердце Вот эти моменты Да, хочу рассказать Что сердце Это средний род И по логике Должно быть Доброе Но в сленге Очень часто используется Мужской род Прилагательного Вне зависимости Очень часто Вы это можете найти В разговорной речи В песнях Что используется Мужской род Прилагательного С средним родом Существительного Которому оно Относится Поэтому здесь Явим же С сердцем о добрый Хотя должно быть доброе Но это часто Вы можете столкнуться С этим Конечно, это неправильная Нелитературная речь Но чехи так Многие очень говорят Особенно в Праге Очень много Так Я знаю, что у нее Доброе сердце И знаю, что она Для меня значит Я знаю, что Концы не бывают Легкими Ну, концы отношений Имеется в виду Я знаю, что Концовки отношений Не бывают легкими Мы виноваты В этом оба Ну, опять Знаешь Вчера падали звезды Я знаю, что Уже не смею Дальше называть ее имя И все те наши пути Которые нам Показала вселенная Давно уже не пересекаются Так Ать храза повали Как пусть Дамба Уступит Ослабится Как это говорится Про дамбу Пусть дамба ослабится Прежде чем Появится вода Перестань уже Притворяться Пусть хотя бы сейчас Мы будем свободными Я это так Не понимал Не внимат Не помню, как дословно По-чешски Это Ну, понимать можно сказать Дословно не вспомню сейчас Как по-русски говорится По-английски Realize Не помню русское слово Я этого так не понимал Что это была всего лишь Игра Была то я Ну, игра Так, что тут еще Ну и все Дальше повторение опять Вчера падали звезды Я знаю, что уже не смею И дальше Называть ее имя Все те наши пути Которые нам показала вселенная Они давно уже не пересекаются Вот Ну и песня называется Цизинка Что может Как бы Многие люди могут Неправильно воспринять Это слово Потому что Цизинка Это иностранка По-чешски Но в том числе Цизинка Это чужачка И в контексте Этой песни Это чужачка То есть не иностранка Потому что Цизинка Это иностранка Цизинцы Это иностранцы Но в этом контексте Это скорее чужачка То, что уже Мы как бы Не родные Не свои Так сказать Песни об этом Конечно Нужно понимать Что в песнях Используются И в сленговые выражения Могут старинные выражения Используются Тоже они поют Непротинай Хотя нужно Непротинай Да По правильному Литературный вариант Будет Непротинай Но тоже Чехи Очень многие говорят Непротинай И многие такие глаголы Заканчивают Буквой И Хотя должна быть И И Кстати По поводу Себастьяна Последнее время Мне вообще Его альбом понравился Вы даже Послушайте Этот целый альбом На котором Это песня ЦЗНК Девять песен здесь Очень хорошие тексты Очень хорошая музыка Реально Просто Очень высокий уровень Где-то еще Десять лет назад В Чехии было Весьма мало Профессиональной музыки Даже очень многие Музыканты Сами это отмечали Помните Что я ходила На концерт Группы Мандраже И я три раза была На их концерте Я смотрела с ними Интервью И они Еще наверное Лет Шесть-семь назад Рассказывали о том Что они Непрофессиональные Музыканты Что они Совмещают это С работами На заводах И так далее То есть Чешский рынок Не особо-то позволял На тот момент Как бы были Конечно Профессиональные музыканты Но такого шоу-бизнеса В классическом понимании Как он в Америке В Англии Есть Его просто особо Не было И вот сейчас Очень изменились Времена Чехия переживает Экономические бумы В том числе Появилось огромное Пространство Для современных Исполнителей У которых Уровень просто Офигенный Они просто звучат Очень Ну в хорошем смысле По-западному Но в то же время С реалиями Своими И В клипах Вы увидите В песнях Темы То что Свои реалии Жизни В Чехии И так далее У него Прослеживаются Если хотите Еще какую-то Чешскую музыку Чтобы я порекомендовала Которую я слушаю То я вам С радостью Порекомендую Вот Но на последнее время Я реально с удовольствием Слушаю вот этот альбом Очень мне нравится И как бы Чешская музыка Далеко не доминирует В моем Списке песен В основном Я слушаю Англоязычную музыку Слушаю много Шведской музыки Датской музыки Немецкой музыки Вот Но в том числе Последнее время Очень приятно удивил То есть он появился По-моему Четыре года назад Этот певец И у него была песня Которая просто То лава Посмотрите обязательно Клип на ютубе Потому что Эта песня порвала Просто чешский рынок 30 миллионов просмотров Представьте себе Что население Чехии 10 с половиной миллионов То есть Фактически Каждый житель Чехии Чуть ли не по три раза Посмотрел Его клип В общем Включая Младенцев И старичков В общем Это феномен Такой был Для Чехии Это невероятный Цифр Он вообще Очень популярный Прикольные у него Песни И клипы Очень часто Это даже Даже не Прагу Он показывает И Цезенко По-моему Не в Праге Снималась Однозначно Потому что Я ничего Пражского Там не узнаю Напишите Кто что думает Но у меня Такое чувство Что наверное Это Либерец Потому что Он сам Из Либерца И мне кажется Там конечно Очень мало Города В клипе Показывают Но у меня Такое чувство Что Либерец Не знаю Субтитры Субтитры